Ну и, соответственно, надо сказать несколько слов об такой понятии еще мероприятия, как оказание первой помощи, вот, первой доврачебной помощи. Ну, коль скоро у нас с вами разговор идет об электробезопасности, мы основное внимание с вами как раз и акцентрируем на первой помощи при поражении электрическим током, или первой помощи пострадавшему от электрического тока. Универсальная схема по правилам межотраслевым охраны труда оказания первой помощи выглядит так, то есть, в случае очевидец, скажем так, да, или оказывающий помощь, вот, первый должен отключить электрооборудование, или обесточить место поражения электрическим током, то есть, установку способов и рекомендаций в зависимости от характера травмы, так скажем, и устройства электрооборудования данного предприятия. Но, как раз вот для таких условий, вернее, для таких случаев предусмотрены вот те, тот электроинструмент с изолирующими ручками, который предназначен для перекусывания, например, проводов под напряжением. Вот, ну, в некоторых старых правилах вы найдете картинку с топором и товарищем рубящим провода под напряжением. Я хочу сказать, что это, конечно, один из способов можно так его назвать, но не самый лучший. Вот, поэтому надо использовать электрозащитные средства или другие средства. Но, помня о том, что, скажем так, поражение электрическим током может наступить и тому, кто оказывает помощь. Поэтому средств много. То есть, от вредного воздействия освободить пострадавшего от вредного воздействия тока. Один из способов отключить коммутационное оборудование. Можно даже, устроив короткое замыкание, то есть, замкнув сеть, сработает оборудование, соответственно, обесточится установка. Вот. Ну, самый простой способ, если, скажем так, есть возможность, то оттащить, отдернуть пострадавшего за сухой край одежды от источника. Вот. Дальше освобождение может быть таким образом. Значит, прямое или косвенное поражение электрическим током, да. Я сказал вначале, но оговорю, так сказать, дам определение. Прямое, это непосредственно пострадавшее, там, скажем, или лицо коснулось тока ведущих частей, находящихся под напряжением. Это один вариант. В этом случае ток рабочий весь поступает на тело человека, и у него при определенном, там, скажем, протекании тока сокращение мышц, скажем так, непроизвольное сокращение мышц, там, и так далее, происходит более глобальное, так сказать, соприкосновение с установкой. И косвенное прикосновение, когда он касается корпуса, которым произошел пробой. Ну, предположим, что не сработала никакая защита, ни система, соответственно, вот таким образом. При косвенном прикосновении, конечно, он получает меньшее, мы знаем, потому что земля по любому случаю работает. А значит, у него и ток, проходящий через тело, меньшее, значит, соответственно, он, может быть, просто даже упал, не касаясь. Но если он еще держится за это оборудование или за корпус, то надо просто отдернуть за край одежды. Это как раз очень хороший способ для поражения косвенного. А при прямом, тут уже, конечно, глобально это обесточить установку. Еще есть такое понятие, как шаговое напряжение. Напряжение прикосновения, то, о чем разница потенциалов на поверхности касания, так сказать, человека, между двумя точками касания человека. Это один вариант. Другой вариант, это шаговое напряжение. Это, так сказать, разность потенциалов на поверхности земли на расстоянии шага. Ну, кабельная сеть, воздушная линия, обрыв, все может быть, так сказать. Вот, в этом случае в радиус максимальный, при максимальных токах установки достигает 8 метров. Радиус растекания опасного потенциала, так скажем. Соответственно, к этому человеку или пострадавшему приближаться надо, учитывая одну особенность. То есть, два, две ваших ступни, это потенциал. И чем меньше шаг, тем потенциал, естественно, меньше. Значит, в правилах пишут, описывают несколько способов. Это приближение ступня в ступню, то есть, шаркивающим, так называемым шагом. Или гусиным шагом. Гуси у нас ходят и до сих пор. Соответственно, не ставя одновременно две лапы на поверхность. То есть, в перевалочку, так скажем. Вот. Выполняет шаг. И приближаетесь к пострадавшему. Ну, здесь, опять же, куча вариантов. Если вы видите источник, так сказать, тока, то его надо изолировать или отбросить и так далее. Если не видите, то не пытаться поднимать или оживлять там непосредственно на месте поражения током пострадавшего, а выволочь его за сухой край одежды из очага поражения. Тащить надо, к сожалению, опять же, рассчитывая на максимальный, мы же не знаем, какое там напряжение, на максимальный радиус растекания шагового потенциала. То есть, 10 метров, как минимум. Вот. При этом, помня, что не делая широких шагов и пятясь назад. Не вперед там как-то его, а именно назад. Вот такой способ. Ну, и после того, как освободили от вредного воздействия, тут же сообщить начальству или сообщить, как написано. Вот. Если невозможность, то есть, где-то там чего-то в закрытом помещении, привлечь внимание, так сказать, других свидетелей обязательно. Потому, что это и связано и со временем, и со многими факторами. Вот. Что один вообще тяжело оказывать помощь. А тем более, при поражении третическим током. Кстати, это одна из самых тяжелейших электричных травм производственных рассматривается. Привлечь внимание, сообщить начальству, вызвать скорую или, так сказать, врача. Опять же, в зависимости от предприятия, где находится там тот или иной источник, так сказать, связи. То есть, опять, 10. Ну, понятно, что обязательно сообщить и приступить к первой конкретно помощи. Ну, опять же, если человек дышит, у него, так сказать, прощупывается пульс, там, дыхание прослеживается, то ваши действия только, грубо говоря, поддерживать это все в нужном режиме и так далее. Ну, расстегнуть там одежду, это все, я понимаю, ну, это, так сказать, это как требование. И если он, так скажем, находится, так называемый коми, то есть, не дышит, не реагирует на свет зрачки, расширенный во всю, так сказать, оболочку радужную, вот, такой называемый бездонный взгляд, то надо выполнять работы по искусственному массажу сердца и, вернее, непрямому массажу сердца и искусственному дыханию. Помните, что у вас на оценку и на, там, скажем, начало действий всего есть минимум одна, максимум одна минута. Вот, реанимационные действия надо начинать не позднее, так сказать, не позже пяти минут. Ну, это, как бы, физиологические показатели, биологической смерти, там, сказать, когда наступает у человека и так далее. Минута вам на оценку ситуации, выборы, действия и так далее, а пять минут уже, когда начнете, вернее, приступить к этим действиям. Значит, помните о том, что человек вдыхает воздух в себя 10-12 раз, а пульс бьется 50-70 ударов в минуту. Значит, с такой частотой и с такими, так сказать, амплитудами вы должны ему, так скажем, подавать воздух, вот, и давить в область сердца. Ну, опять же, всевозможные способы оживления, вот, рассматриваются, просто надо рассчитывать свои силы. Если вы один, если вас двое, если вас трое и так далее. Ну, например, если вас трое, то, например, третий, один, соответственно, делает искусственное дыхание, второй, непрямой массаж сердца, между, так сказать, пятым-шестым ребром в область солнечного сплетения, мочевидный отросток, у правшей левая, так сказать, опорная, правая, так сказать, основная рука, у левшей все наоборот, значит, в область, чуть левее области мочевидного отростка, в область сердца. Интенсивными нажатиями, вот, привитивный удар, который был отменен, вот, один из способов тоже оживления, реанимации, вот, поэтому, как бы, им пользоваться не будем и говорить о нем. Вот, и приступаете к действиям, перед этим пострадавшего на ровную поверхность, конечно, лицом вверх, вот, соответственно, при поражении третийским током, это, так сказать, все лимфы и жидкости, соответственно, скапливаются во рту, вот, потоотделение, все такое, так сказать, перед тем, как ему начать дышать в рот, надо освободить рот от посторонних предметов, слизи и так далее. Значит, ну, вот, как раз этот момент, можно перевернуть пострадавшего на живот, грубо говоря, запрокинуть голову и очистить, или на бок, в зависимости от степени тяжести. Соответственно, после этого положить на спину, расстегнуть стечняющую одежду, брючный ремень, пуговицы и тогда галстук, если вдруг у него есть, вот, и запрокинуть голову, подложив под, соответственно, шею, или руку, или валик, вот, таким образом, чтобы уровень подбородка совпадал с уровнем груди. В таком положении открывается трахея, которая обеспечивает доступ воздуха к легким. При любом другом положении, может быть, воздух поступает, скажем, в живот или в другие части тела, но не в легкие. Вот, а для того, чтобы убедиться о том, что правильно делаете искусственное дыхание, первый вдох, выдох, вернее, изо рта в рот пострадавшему, и смотрите за поведением тела. То есть, если верхняя часть грудина расширяет, значит, воздух поступает в легкие. Если ниже, то есть, живот надувается, значит, соответственно, меняете угол наклона. Идивидуально никуда не деться. Вот. Ну, если вы в одном лице это делаете, то рекомендации простые. То есть, на один-два вдоха, пять-шесть надавливаний в область грудной клетки. До каких пор? Ну, или до восстановления самостоятельного дыхания, или же до прихода врача. Значит, признаки биологической смерти там и так далее, значит, все это может констатировать только врач. И самое главное, что не пять минут вы это делаете, ну, говорится, вот клинический, так сказать, период прошел, ну, чего ему, значит, уже не поможешь. Значит, в это время вы ему подменяете работу сердца и легких, и он остается в биологическом, так сказать, смысле физиологическом, еще, так сказать, есть шанс его оживить пострадавшего. То есть, время не ограничено, подчеркиваю, до прихода врача или до самостоятельного. И что немаловажно знать об электрической травме, что она тем и коварна, что после, например, или сразу у него дыхание не остановилось, как бы он дышит, вот, или после того, как вы ему произвели ряд реанимационных действий, задышал, но это может говорить о том, что через какое-то время начнется фибрилляция сердечной мышцы. То есть, это непроизвольное сокращение без качания крови, а, соответственно, воздуха, кислорода, вот. Вот тут как раз надо, то есть, от больного, то есть, ну, больного, опять же, уже, конечно, больной, от пострадавшего нельзя, так сказать, отвлекаться, отлучаться, даже если у него восстановилось дыхание и так далее, или он, или вы ему вообще, так сказать, не оказывали действия. При электрической травме помните об этом, что, так сказать, фибрилляция сердца может наступить в любой момент. Значит, соответственно, смотрите, опять же, по признакам и продолжаете. То есть, это может повториться несколько раз, пока сердечная мышца, так сказать, не войдет в норму. Это тоже одна из причин. Ну, и какие еще травмы, значит, могут преследовать пострадавшего, обслуживающий персонал электроустановок? Это у нас еще ожоги разных степеней. Ну, не буду говорить, что термический ожог – это плохо, это, так сказать, обязательно может возникнуть при неправильной, неграмотной работе, так, или неиспользовании электрозащитных средств. Вот, то в таких случаях пострадавшему или сам пострадавший, то есть, пораженный участок, если он поражен вместе с одеждой, обязательно его, соответственно, обрезать, отделить пораженный участок от одежды аккуратно. Советуют снять, ну, так сказать, советов можно давать сколько угодно. Вот, и вместе с одеждой перематывать, соответственно, стерильным бинтом или тряпкой, чистой, грубо говоря. И все, никаких мазей, никаких промывок, ничего этого применять не надо. До врача, ну, и доставить как можно быстрее в пункт медицинский. Дальше, световой ожог, ну, особенно, когда отключаете под нагрузкой и под напряжением какие-то, возникает электрическая дуга или при коротком замыкании. Дуга очень большой световой мощности, вот, и сетчатка глаза, так сказать, воспаляется. При этом, резь в глазах к вечеру обычно или сразу, в зависимости от степени поражения, вот, пострадавший, так сказать, соответственно, не может нормально смотреть. Вот, в этом случае обязательно его надо в темную комнату, чтобы любой раздражитель световой для него очень больно пострадавшему. В темную комнату и, вернее, уменьшить световой поток, можно тугую повязку на глаза, вот, потом холодные примочки на глаза, можно применять картофель, грубо говоря, или спитой чай, вот, в качестве помады, снимают симптомы, вот, но, опять же, до прихода врача. Химические ожоги, очень часто взрываются аккумуляторы, взрываются конденсаторы и всякие, так сказать, нюансы электрика присутствуют, особенно, если он, там, какие-нибудь паяльно-сварочными работами занимается персонал, что проливают кислоту и так далее. То есть, пораженный участок или глаз, куда попало, промыть в струе холодной чистой воды, сильной струе. Опять же, если это тело, то перевязать пораженный участок чистым бинтом, ну, а если глаза, то, опять же, тугую повязку и, соответственно, ну, как тугую, то есть, повязку на глаза, на глаз или пострадавший, так сказать, или два, и до прихода врача. Вот все, так сказать, действия.